Участник концерта-презентации, можно так сказать, даже Содружества, Сергей Елисеев, вот мне после твоего выступления возникло три вопроса. Отлично. Ну, наверное, первый и самый простой. Почему ты выбрал именно этих песен твоих? Почему у тебя такой? Это концептуально или просто что надо? Я считаю, что это одни из самых характерных для меня песен. То есть лирическая вещь, потом такая юморная. Потому что я люблю пошутить, я люблю повеселиться. И также какая-то вещь, которая, ну скажем, некая социальная направленность. Долетим, доплывем. То есть о том, что действительно, ну скажем, это основная мысль этой песни, что нам нужно долететь и доплыть до чего-то настоящего себе. Ну, у тебя получилось донести это место? Как думаешь? Песня-то, конечно, получилась. А в каком-то? Это тебе надо спрашивать. Ты слушать? Ну, я задаю тебе вопрос, как? Я думаю, что, да, да, да. Что такую мысль, конечно, и она читается по-нормальному. Хорошо, Сергей, значит, по поводу того, что ты играл с Денисом Кравашевым. Это первый опыт или как тоже были репетиции? Ну, с куда это все состоит? С Денисом Кравашевым мы играли, да. То есть, вновь мы снова играли Денис Студеновым. Потому что, так сказать, предложил, давайте какую-то вещь сделаем вместе. Мы собрались, я, Денис и Дима Студеновый. Дима Студеновый еще в этом варианте на басу там подыгрывал. И не только на одной песне, а на двух. Но почему-то решил свой талант со мной не проявлять. Ну, опять-таки, ты доволен, доволен из моего опытом. Ну, да, да, да. Мне, конечно, это интересно играть на русском. Потому что каждый музыкант, он что-то новое вносит. И это интересно и здорово. Плюс ты начинаешь, Денис приезжал ко мне там. Мы в том числе, вот как ты приезжал ко мне? Уже снова когда люди приезжают и общаются просто. Ну, Сергей, тогда еще один вопрос. Вот как тебе идея концерта, как вот совмещение музыкальных и вот то, что были представлены инициативы, которые вот фонды, благотворительные еще делают. Просто, насколько я знаю, ты участвуешь в таких программах. Если можешь, расскажи что-нибудь о посещении детского дома. И вообще, как тебе вот эти попытки Содружества именно пойти навстречу вот этим организациям? Ну, не знаю, вот в этом плане развития даже Содружества. Ну, их просто надо найти, эти организации, начать с ними разговаривать. Ну, все, я думаю, они все будут за за то, чтобы приезжали, да, чтобы общались и в том числе пели песни. Уж я, например, ну, ездил волонтером два детских дома, я просто людям пел песни, я с ними общался, я с ними играл просто на улице футбол, баспетбол, учил на гитаре. То есть, часть детей появляла интерес к тому, чтобы научиться на гитаре, я этим занимался, мы могли до трех часов этим заниматься. Вот. Я жалею, что я не могу, ну, чаще с этими людьми заниматься, потому что два раза в месяц, один раз в месяц, конечно, в гитаристы в местах. Ну, то есть, ты видишь перспективу в этом контакте? Да, конечно. Это здорово. Даже вопрос, вот, понимаешь, можно и петь там, но все-таки основное это общение, ну, для таких детей, которые там, общение. Ну, а не смущает то, что там, например, какие-то песни могут непонятны будут? Ну, я пою «Заиченок», когда дети все равно смеются, только они немножко по-другому смеются, чем взрослые. Ну, то есть, нет такого барьера, что ли? Ну, нет, я пел вот за Костромом, у нас был летний лагерь организован там, для детей вот из таких, только такие дети уже, знаешь, лет 17-18. И вот я пел, и многим из этих детей, по-моему, хотя мне казалось, что это не очень доступно для них. А, да, может им что-то от души это делаешь. Твои большие руки. Ну, также были часть детей, которые сказали, это нам неинтересно. Ну, спасибо, Сергей Елисеев, у меня вопросы закончились. Все. А про то, про развитие Дашь движения вы не хотите у меня спросить? А если вы... А зачем ты? Если вы хотите, да, если вот Сергей еще проявил инициативу. Ну, я у всех же спрашиваю. Ну, я просто вот, да. Ну, все должны понимать, что я... Какие пути вы видите развития Дашьца? Какие пути вы видите развития Дашьца? Ну, и я лично думаю, что пути должны быть такие, что больше должно быть инициатив от всех у нас. Ну, потом согласованность действий каких-то. Я как-то предложил творческие такие... Группы творческого сотворчества. Я заговорился, в общем, группы творческие такие. То есть, не... Какая-то большая, вот даже несколько расплывчатая понятие такое, да? Что нас много, а вот, скажем, я меняюсь, я, ты там, Саша Гречий, Николай Позорольский, мы что-то придумаем конкретно. Вот... А теперь не смущает наш возраст и уже наличие семьи, там, детей и всего прочего. Ну, ты же здесь, я же здесь, Оля здесь. Ну, просто это вот действительно, мне кажется, там, в 16-летнем возрасте это спокойно можно, там, приехать к кому-то. А сейчас, мне кажется, это очень сложно, нет? Ну, то есть, собраться вот именно так. Я думаю, что тут как раз можно оговорить, ну, средства коммуникации у всех есть, свободное время мы можем найти. Потом... Репетировать по скайпу. Вот, потом... Ребята, я не хочу называть это слово, что это такое. Я сам не хочу, я не пользуюсь. Репетировать по скайпу. Вот, понимаете, мне кажется, мы еще сейчас, вот, мне так кажется, люди не совсем понимают, насколько это ценно человеческое общение. Вот эти все разговоры о том, что у меня сейчас нету времени, и у меня семья или еще что. Но все равно... Это может... Ну, понимаешь, мне так кажется, что вот, ну, знаешь, я вчера ехал, я после этой поездки волонтерской, у меня рядами сидели люди, рядами, которые у всех были в ушах вот эти вот. И они все вот здесь были. И я, честно говоря, мне стало много не по себе. Они рядами сидели. Это не просто один-два, а вот так вот куча. Я понимаю, что фильм «Матрица» такой есть. Вот эти люди в «Матрице», понимаешь? Вот эти люди в «Матрице». Все, понимаешь? И это явление в нашей жизни нарастает. Вот. И мне кажется, что... Да. Все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...